МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В домах поселка аэропорта Талаги, а также на всех объектах, запитанных от котельной на корабельной 19, адмирала Макарва 2 и олейной 24. К другим темам. В рамках проекта «Мир открыт» для всех несколько архангельских семей с детьми-аутистами побывали в Германии. С чем вернулись, расскажем в следующем материале. 11-летняя Даша не может разговаривать. С трудом переносит, когда к ней обращаются посторонние люди. Это атипичный аутизм. Болезнь сложная, но в ряде случаев она поддается корректировке. В том, что свет в конце туннеля есть, Дашина мама убедилась во время поездки в Германию. В марте этого года Оксана Сосоева и еще шесть архангельских семей с детьми-аутистами побывали в немецком центре Лупасхайм. Очень впечатлило отношение людей в Германии к нашим детям. Мы были все раскованные, дети тоже все были раскованные, все улыбались. Родители и детей сопровождали специалисты центра Леда из Архангельска и общественники. Немецкий опыт работы с детьми-аутистами вдохновил. Там такие люди становятся полноценными членами общества, устраиваются на работу и даже живут без помощи опекунов. Там, если ребеночка, допустим, в три года выявили нарушение аутистического спектра, его подхватывает специалист. Этот специалист ведет его фактически в течение всей его подростковой жизни, когда он молодым человеком уже становится, тоже его сопровождают. Инициатор поездки – немецкая организация «Родительское кафе в диалоге». С 2009 года она реализует одноименный проект в Архангельске, в рамках которого родители встречаются в неформальной обстановке и обсуждают проблемы воспитания. Со стороны города координатором поездки выступила депутат Гордумы Ольга Синицкая. В дальнейшем она надеется организовать ответную поездку для немецких семей. Находясь в Германии, уже приглашали их, потому что в городе Архангельске есть интересные практики и хорошие практики по сопровождению детей с расстройствами аутистического спектра. Есть замечательные специалисты. С 2015 года в столице Поморья стали готовить специалистов, понимающих особенности ребят-аутистов. А в мае планируется открытие специального центра для работы с такими детьми. Налоговая инспекция на этой неделе проводит День открытых дверей. В прошлом году во время такой акции в инспекцию обратилось 1200 человек. Вас ждут в Архангельске по адресу улицы Логинова, дом 29, 14 апреля с 9 до 20 часов и 15 апреля с 10 до 15 часов. В Архангельске прошел гала-концерт областного фестиваля народной песни и танца «Единый мир творчества». Участие в нем приняли ветеранские творческие коллективы города и области, представители региональных диаспор и землячеств. Фестиваль «Единый мир творчества» прошел уже в третий раз. Количество участников с каждым годом только растет. Если в 2014 году заявки поступили от 22 коллективов, то в этот раз от 82. Фестиваль проходил с октября по февраль и объединил свыше тысячи артистов, среди которых детские коллективы социальных учреждений и активисты ветеранских советов. На концерте прозвучали... Люди любят это все творчество. И, естественно, в зале любят очень много людей, которые, даже мои знакомые, идут на концерт поддержать нас, послушать песни русские, народные, любые вот такие, северный фольклор. На концерте прозвучали русские народные песни, стихотворения северных писателей, авторские произведения. Были исполнены танцевальные номера. Каждый участник получил диплом и памятный знак фестиваля. Важное событие в истории архангельской художественной гимнастики произошло на этой неделе. Воспитанница регионального центра развития спорта «Водник» Полина Фильченко получила шанс громко заявить о себе. Подробности у Алексея Корельского. Накануне, в день космонавтики, звезда спустилась со спортивного небосклона на Поморскую землю. Вернее, официальное письмо спустила. Смысл содержимого в том, что гуру художественной гимнастики, прославленная Ирина Вина Русманова, воспитавшая плеяду олимпийских чемпионок, приглашает на просмотр юную архангелогородку Полину Фильченко. Для ее тренеров, Анастасии Звездиной и Анастасии Гладышевой, это известие стало шоком. Такого никогда в жизни не было, чтобы приглашали детей из нашего города к Ирине Александровне Винер. Тем более, наш город у нас не профильный вид спорта, художественная гимнастика. Он развивается достаточно спокойно, достаточно ровно. У нас дети выполняют. Максимум доходят до кандидатов в мастера спорта. Мастера спорта у нас только в Севердвинске. Поэтому о таком уровне никто даже не мог и мечтать. Мечты начали сбываться у Полины еще в феврале. Спасибо наставникам отправили видеозаявку на участие в гран-при в Москве. Девочку отобрали из сотен соискательниц. В итоге она и десятка три талантливых гимнасток со всей страны продемонстрировали свои возможности в показательных выступлениях. Там архангельскую спортсменку и заметили тренера сборной России. Теперь Полина отправится в Новогорск, где 26 апреля предстанет перед Ириной Винер-Усмановой и ее коллегами. Я еду в Соборщину, потому что у меня он лучше получается, он заработан у меня. Пытаюсь понравиться Ирине Винер и припасть в сборную России. А что нужно, чтобы понравиться Ирине Винер? Там надо очень хорошо иметь хорошую растяжку, тянуть стопы. Юные коллеги по цеху уже вовсю прочат Полине блестящее будущее. Она хорошо тренируется, у нее есть хорошие данные. Она, мне кажется, добьется многого. Будет очень хорошая гимнастка и там себя покажет хорошо. Тренеры о предстоящей поездке высказываются чуть сдержаннее. Главное – работа на перспективу, бесценный опыт и рекомендации, которые получат и спортсменка, и ее наставники. В любом случае, этот вояж пойдет на пользу не только Полине, но и всей художественной гимнастике Архангельска. И это все новости к этому часу. До встречи в 16.00. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!